Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Начнем с событий на Сейшелах. Руслана Мишина опять поссорилась с Семеном Фроловым. Семен ее оскорбил из-за того, что девушка напомнила про его возраст. Также Фролов не дает никакой конкретики Руслане, серьезные для него эти отношения или нет. Руслана переехала в другой домик и ждет извинений. Хотя Жужа, ведущая ночных новостей, покинула остров любви. Скоро на Сейшелы прилетит мама Оли Рапунцель. Ребята подготавливают домик для мамы, ждут ее с нетерпением, а также планируют свою свадьбу. У нас все хорошо, пишет Рапунцель. Я радую Димочку, Димочка радует меня, мы за любовь. Готовимся к важному событию и ждем мамочку. Надежда Ермакова объявила отдельный кастинг на Сейшелы. Она написала, скоро там изменится все, спешите. Для самых красивых и смелых отдельные условия. Жду ваши фотки и видео. Наличие загранпаспорта обязательно. Новенькая Настя Иванькина уверена, что легко отобьет Лешу Пирогова уже не перец. Перец пишет. На дне рождения моего Леши к нему проявляла явный интерес новенькая Настя. Она мне заявила, что если захочет, то уведет его у меня в два счета. Ваня Барзиков сфотографировал спящую Надю Соколовскую из Саранска. Новенькая Надя готова построить отношения с Глебом, подписал он снимок. Фанаты проекта осудили Ваню. Фоткать спящих и размещать на всеобщее обозрение – это подло. Ольга Жемчукова подала иск против Нади Соколовской. Надя себя виновной не считает. Она сказала, что будет продолжать разрушать чужую семью. Адвокатом Нади выступила Саша Харитонова, которая вернулась на поляну «Дома-2» со съемок фильма режиссера «Астрахана». В итоге Надю посадили в изолятор на трое суток. На поляне заселили новую пару – Маю Донцову и Ваню Барзикову. А ведь всего несколько дней назад ее парень Денис ушел с проекта. Как ни странно, но эту новую пару поддержали многие ребята. Выселили же из отдельных апартаментов Настю Волынец и Богдана Бобрика. Богдана опять обвинили в заигрывании с Сашей Харитоновой. Он отвешивает ей комплименты, трогает ее за ягодицы, а Настя расстраивается и плачет. В Тате Абрамсон, которая давно уже без пары, по словам продюсера шоу Алексея Михайловского, должен состояться мужской приход. И на ее товар недавно нашелся купец, как выразился Михайловский. Татьяна Владимировна Африкантова обещает, что когда вернется на проект с Мариной и с Андреем, то будет вести себя прилично. Она написала, на проект придут Марина и Андрей, а там и я подтянусь в новом качестве монашки. Уже штанишки до колен сшила и платье черное с белым воротничком в пол. Больше вольности не будет, только о булочках и о рецептах будем говорить. Книгу для записей куплю и начнем рецептами обмениваться. Вот веселуха будет. Катя Жужа в новостях Дома-2 рассказала. Якобы Андрей Черкасов признался на тет-а-тете, что ему со Стелой Мунас до жути неинтересно, что у них нет страсти. И на предложение ведущей вернуть на проект Вику Романец, Андрей якобы с радостью согласился. Андрей написал опровержение. То, что сказано в ночных новостях от Жужи касательно меня, это бред и желтая пресса. Никакого тета не было. Про Романец никто здесь не вспоминает. Не воспринимайте эти новости всерьез. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.